Здравствуйте, в эфире очередная программа цикла «Человек в поисках прекрасного». Сегодня мы продолжим разговор о итальянском возрождении в целом, но сосредоточимся на венецианском возрождении. Тема нашей сегодняшней программы или беседы – «Великие венецианцы». Естественно, когда мы говорим о венецианских художниках, о венецианской школе эпохи Возрождения, то прежде всего всплывают имена Джорджони и Тициана. И именно эти два художника станут предметом нашей сегодняшней беседы. Итак, Джорджони и Тициан. Но все-таки я хочу сразу сказать, что, конечно, не только этими именами ограничивалась значимость венецианской школы живописи, потому что, бесспорно, были и другие художники, очень значительно интересные. Но все-таки вот такой вот наиболее яркий этап был связан именно с периодом Джорджони и Тициана и затем уже с их последователями, а именно с Тинторетто и Веронезе. Но это уже конец XVI века. А начнем мы с начала XVI века, когда в Венеции появляется загадочный и очень интересный человек, которого звали Джорджони, которого мы называем Джорджони, потому что изначально его звали Джорджа или Дзордзо по-венециански. Так именно на венецианском диалекте звучало его имя Дзордзо. Появился он достаточно неожиданно. Сам он был из Кастельфранка, из небольшого города, где-то в Альпах или в преддверии Альпы. Это не столь значимо. Но свой родной город он всегда очень любил и на полотнах своих неоднократно изображал. У кого учился он, из какой семьи он происходил, точно неизвестно. Просто мы можем видеть его портрет, вот это изображение Джорджони. И уже по этому портрету вполне понятно, что человеком он был очень значимым и интересным, потому что перед нами такой красивый человек с копной пышных волос, с носом, с горбинкой, такое выражение лица. Человека, который много думает, много знает и, в общем, с таким особенным внутренним миром. Но надо сказать, что этот автопортрет – это часть композиции, где Джорджони изобразил себя в виде Давида. Но саму картина попадает очень редко в поле зрения исследователей. То есть они пишут, но вот как факт, как артефакт, я лично ее не видела. Но зато вот фрагмент этой картины, где мы видим изображение, голову Джорджони, его автопортрет, он, в общем, во всех альбомах, во всех буклетах, посвященных его творчеству, присутствует. Итак, Джорджони, соответственно, появляется в Венеции. Джорджон неизвестно, кем рожден, из какой семьи. Потом уже биографы пытались ему придумать такое знатное происхождение. Вот Барбарелли, по-моему, такую фамилию приписали. Но, в общем, установлено точно, что семья у него была совсем незнатная. И, в общем, своему образованию он обязан только своему таланту. Скорее всего, как обычно пишут, что он родился художником. И вот этот вот первичный этап его такого самовыражения как художника, в общем, связан только с его личностной инициативой. Ну, факт то, что в самом начале XVI века он появляется в Венеции и поступает под мастерье к Джованни Беллини. Потому что в это время во Флоренции уже существует такая мощная школа венецианская, которая представлена творчеством именно этого художника. Итак, Джованни Беллини. Вот можно увидеть несколько. Я приготовила несколько репродукций, несколько работ этого замечательного автора. Происходил из семьи Беллини. Отец его был известным художником Якопа Беллини. Затем брат Джентиля Беллини. Но самым талантливым был Джованни. Именно он создал школу. Именно у него учились Джорджони, Себастьяна Дель Пьомпа, затем Пальма Веккио, такие вот очень известные художники. Ну и, скорее всего, Тициана. Итак, вот одна из работ Джованни Беллини «Благословляющий Христос». Это ранняя работа. Ну и здесь мы уже видим такой вот определенный почерк, что, в общем, живопись Беллини, она лишена экзальтированности. Она такая спокойная, уравновешенная, яркая. Потому что яркость – это одна из особенностей венецианской живописи. Мы видим на фоне этого неба с тучами образ Христа благословляющего. Несмотря на многочисленные раны, он спокоен, сосредоточен, самоглублен. То есть экзальтация отсутствует. Вот это выражение страдания, выражение каких-то особых трагических ощущений отсутствует. Потому что, в принципе, венецианцы, они как бы этой стороны немножко чурались. Потому что они представляли жизнь как что-то такое очень яркое, великолепное, веселое. И поэтому все трагическое немножко, так сказать, убирали в сторону. Затем вот этот вот знаменитый портрет дожи венецианского Леонардо Лоридана. Также руки Беллини, Джованни Беллини. Ну, это парадный портрет. Вот мы видим заказанный специально Беллини как парадный портрет. Поэтому он на таком вот ярко-синем фоне. Опять-таки, вот эта вот яркость очень важна. И в парадном наряде дожа, который дож одевал только раз в год. Надевал в день праздника Сретенья. И одновременно его приобщение к должности. Потому что дож выбирался раз в год. Если кто-нибудь из вас видел фильм Питера Гринуэя, книги Проспера, то вот там как раз Джон Гилгут играет Проспера в таком наряде, который изобразил когда-то Джованни Беллини. Еще одна работа, это уже композиция, как вы видите, преображения. Но вновь здесь вот нет этой экзальтации. Здесь все спокойно, уравновешено, сбалансировано. И реакция учеников, которые в момент преображения находятся рядом с Иисусом. И библейские пророки. Все здесь пребывает в состоянии спокойствия и умиротворения, как и сам Иисус Христос. И, конечно, вот это единение с гармоничным миром, с красивой природой. Это также очень-очень важно, как, в общем, и для Беллини, и вообще для всех мастеров Возрождения. И вот в мастерской Беллини появляется Джорджони. Джорджони красавец. Джорджони человек со своим видением мира, жизни, задач живописи. И при этом еще блистательно поющий и играющий на людьми. Он всех буквально покоряет своим искусством, своей красотой и приглашается в самые знатные дома, на равных, вот там, соответственно, присутствует на празднествах. Но все-таки все хотят, чтобы он их ублажал своим блистательным пением. К сожалению, не сохранилась нот. Мы не знаем, какую музыку писал Джорджони, что он пел, но вот в воспоминаниях единодушно отмечают, что он это делал блистательно. И также интересно и замечательно он рисовал. Причем сразу как бы изменяет все существующие правила. То есть если все художники писали от белого к темному, то он наоборот, из темноты выводил белое, начинал с темного. Если все художники пытались создавать первоначально рисунок, то есть какие-то планы, чертежи, композицию простраивали, подготовительные рисунки делали, то Джорджони этого ничего не делает. Он сразу начинает работать над непосредственно композицией, красками. И поэтому часто очень записывал те места, которые ему казались неверными. То есть он ищет композицию, ищет формы построения в процессе самой работы. Это также было ново. Затем, несомненно, Джорджони до того, как попал в Венецию, познакомился с Леонардо, с его искусством. Возможно, это произошло в Венеции, потому что известно, что из Милана Леонардо на какое-то время приезжал в Венецию, как раз в начале XVI века. Во всяком случае, искусство сфумата, оно абсолютно очевидно и вот в автопортрете Джорджони, и во всех других его работах. То есть контуры размытые, человек соединен с миром органически. И, в общем, это то, что потом будет блистательно развивать эти ца в своих работах. Таким образом, и к тому же тематика, она у него становится все более светской. И даже интерпретируя такие вот истории библейские, новозаветные, он все равно как бы приближает все как можно в большей степени к жизни, к конкретике и к конкретной природе. Потому что, прежде всего, для него важна природа. Но при этом у него постоянно присутствует какая-то загадочность, какая-то вот такая необъяснимость в его произведениях. Но, тем не менее, продолжим смотреть вот те работы, которые я вам сегодня хочу показать. Итак, сначала Джорджони, появившись в Венеции, работает вместе с другими учениками школы Беллини. Вот эта вот работа, которая называется «Святое собеседование», считается, что написана совместно с Себастьяно Дель Пьемпо, еще одним знаменитым учеником Джованни Беллини. Ну, в общем, эта работа такая достаточно спокойная, уравновешенная, гармоничная. Но, тем не менее, уже чувствуются какие-то интересные моменты, которые предвещают такие вот новации Джорджони. Ну и, конечно, природа. Потому что природа, явно, что вот этот вид пейзаж написан Джорджони, потому что это всегда было его таким максимальным интересом, и всегда приоритет он отдавал природе. О чем говорит вот и следующая композиция. Это достаточно масштабная композиция, которая, опять-таки, считается, что писалась не только Джорджони, а несколькими художниками. Во всяком случае, об этом свидетельствует такое вот исследование рентгеновской этой работы. Ну и потом чувствуется почерк разных художников. Но очевидно, что Джорджони здесь писал вот этот вот вид, общую композицию создал. И вид, конечно, природы, это то, что бесспорно кисти Джорджони. Чем эта работа интересна, почему я решила все-таки на нее обратить внимание. Называется она «Испытание огнем». И интересна она тем, что, в общем, здесь все фигуры очень маленькие. Нетипично это для итальянского искусства, потому что обычно обращалось внимание прежде всего на людей, на их состояние. Здесь же доминирует именно общий вид и вот этот вот великолепный вид. Но при этом все фигуры прописаны очень досконально, с большим вниманием. И масса украшений, которые на нарядах можно увидеть. Все это также вот очень интересно и любопытно. Потому что вообще-то считается, что венецианцы очень любили красиво одеваться, что это вот тоже было такой специфической чертой их жизни. Они любили обращать на себя внимание, любили необычные экзотические наряды, любили улыбаться, шутить, веселиться. В общем, это вот то, что составляло специфику венецианской жизни. И вот на этой работе, если рассматривать наряды каждого из персонажей, то здесь мельчайшие там складочки, бантики, рюшечки, вышивки. Все очень-очень точно показано. Но при этом, скорее всего, это все-таки делал не Джорджони, а какие-то другие художники. А вот природа, да, бесспорно, это Джорджони. И затем еще одна работа, также вот такая вот масштабная, которую он создал для своего родного города Кастельфранко по заказу для одной из церквей. И называется она «Мадонна Кастельфранко». Также очень необычная. Вот эта работа сделана целиком Джорджони. Чем она необычна? Ну, в общем, это тоже вполне очевидно, что здесь это вот «Мадонна на троне», тип канон используется, который обычно внутри, в интерьере показывался. Джорджони же снимает верхнюю часть вот этого помещения и открывает вот этот вот вид природы. То есть вместо стены храма или дворца у него перед нами вот вид природы. Причем изображен город Кастельфранко, опять-таки. Он вполне узнаваем и прекрасные деревья, природа. В общем, это, опять-таки, то, что очень важно для Джорджони. Ну, и еще один специфический момент – это то, что у Джорджони всегда женщины изображены с такими опущенными вниз глазами. У одного исследователя, я читала, что он как бы боится, что его прекрасные женщины испепелят тех, кто смотрит на них своим жгучим взглядом. И поэтому они так вот скромно, опасаясь за состояние смотрящих, опускают глаза. Ну, действительно, это вот специфика образов Джорджони. Либо они у него спят, либо, опустив, глаза изображены. С опущенными глазами. Вот. Ну, затем идут такие вот работы, которые непосредственно уже Джорджони сам выполнял, но в школе Беллини. Потому что они похожи вот на то, что можно было увидеть в мастерской Беллини. Считается даже, что какое-то влияние оказал Дюрер, который в это время жил в Венеции, приезжал туда, изучал искусство итальянское и в то же время выполнял какие-то работы. В частности, вот святое семейство такое вот очень необычное. Также Джорджони открывает вот этот вот, делает большую арку для того, чтобы природа хорошо была видна. Опять-таки город, напоминающий Кастельфранко. И вот святое семейство с таким очень непосредственным малышом, с такой вот очень юной Девой Марией и старцем Иосифом. Очень хорошая работа, но опять-таки в ней пока еще нет ничего такого вот специфически загадочного, что потом станет особенностью живописи Джорджони. Вот уже гораздо больше специфичного в его юдифе знаменитой. Ну, в общем, это работа, которую мы все хорошо знаем, потому что она находится в Эрмитаже. Это великолепная работа. И вот здесь уже что-то, некоторая загадочность и специфичность Джорджони в видении женщины проявляется. Значит, во-первых, юдифи, она такая у него нежная, изящная. Нельзя сказать, что очень такая вот худенькая. Нет, она вполне, такие у нее формы несколько пухленькие. Но тем не менее, вот грация, изящество доминирует. Вот эта красавица-вдова Юдивь, которая покорила Алаферна и ассирийского полководца и сумела его обезглавить, видите, вот своей нежной такой вот ножкой попирает его голову и держит в руках такой тяжелый, причем с легкостью держит в руках тяжелый такой вот увесистый меч. Естественно, возникает у некоторых вопрос, собственно, как такая грациозная и нежная дама может с такой легкостью держать тяжелый меч. И почему обязательно надо было, чтобы она попирала своей ножкой голову сраженного ею Алаферна? Потому что обычно изображалась служанка, которая несет эту голову, как у Боттичелли, например, или как потом у Караваджи, когда Юдивь отрубает голову Алаферна. Вот у Джорджуни такой вот вариант был выбран. Единственное, что еще можно здесь добавить, что работа раньше была шире, то есть по бокам было больше природы, что опять-таки отвечает эстетике Джорджуни, его пониманию прекрасного. Но потом, когда ее переносили с дерева на холст, вот она была обрезана и стала меньшего размера. Но все равно работа замечательная, грациозная Юдивь, появляется некоторая парадоксальность, свойственная Джорджуни, и как бы все идет своим чередом. Затем вот такие вот интересные работы. Вот этот портрет женский, который называется Лаура. С одной стороны, это реальный портрет, скорее всего, вполне реальной женщины. С другой стороны, это аллегория, и это очевидно. Потому что изображена у него девушка в свадебной накидке, в свадебной вуале, на фоне лавра, а лавра это тоже символ чистоты, такой вот безгрешности. И при этом она так вот легко как бы открывает свою грудь, как бы дар любви, потому что считает, что изображена невеста. Но с одной стороны, это конкретная женщина, с другой стороны, это как бы вот аллегория невинности, которая жертвует, и приносит свою невинность на жертву супружества. Ну вот так вот ее можно понимать, эту работу. Так же, как и следующую работу, которая называется «Портрет старухи». С одной стороны, конечно же, у Джорджони была какая-то натура, которую он использовал, модель, которую он здесь воспроизвел. С другой стороны, там написано «Колтемпа», это значит «Стечение времени», что уже говорит о том, что Джорджони не просто хотел написать портрет, а сделать какие-то выводы, напомнить о старости и о том, как, к чему, собственно, вот жизнь человеческая идет, и чем она заканчивается. Какая-то старость, и потом смерть, уход из жизни. Считается, что и здесь он использовал, так сказать, достижения Леонардо да Винчи. Потому что у Леонардо да Винчи есть описание, как именно надо изображать пожилых женщин, и есть зарисовка пожилой женщины, которая очень похожа на то, что воплотил в этой работе Джорджони. Также приоткрыт рот, такая же прядь, такие же немножко заостренные черты лица. То есть это, опять-таки, и портрет, и аллегория. Аллегория и текущего времени. Затем, вот, наверное, сейчас приходит время поговорить о самом таком загадочном произведении Джорджони, а именно о его грозе. Потому что гроза, это действительно такая вот загадка, загадка Джорджони. Загадка, которую, в общем, разгадать никому не удается. Итак, давайте посмотрим поближе на эту работу. Вот такая вот интересная композиция. Интересная со всех точек зрения. С одной стороны, два героя. Молодая женщина, кормящая ребенка. С другой стороны, юноши. Они разделены вот таким вот небольшим ручьем, который между ними протекает. Она смотрит на зрителя. То есть это единственная, наверное, женщина Джорджони, которая вот так вот открыто смотрит на зрителя. Но смотрит тревожно, как бы вот опасаясь за, может быть, судьбу ребенка или за собственную судьбу. С другой стороны, этот юноша, который отрешенно направил взгляд куда-то в пространство. И, в общем, безучастен к тому, что происходит с женщиной. Знакомы ли они? Какие между ними отношения? Все это совершенно как бы остается загадкой. Поэтому, естественно, исследователь на протяжении многих лет существования этой работы пытаются разгадать тайну. Одни говорят, что это Адам и Ева, изгнанные из рая. И гроза это как бы божий гнев. С другой стороны, говорят, что это как бы первые элементы мира. Есть версия, что это как бы богиня, женщина это богиня Исида, как бы мать всего сущего, то есть первооснова всего сущего. Есть предположение, что это Венера. Ну и, в общем, вот с Купидоном. Ну, в общем, множество разных таких вот объяснений, но ни одной из них нельзя сказать, что какой-то вот такой вот основательный. Другое дело, что можно это произведение истолковать и просто как вот раз, как такое вот обобщение как бы мира женщины и мужчины, что женщина всегда ближе к природе. Она дает жизнь человеку, и поэтому она полуобнаженная здесь и непосредственно такое вот ее единение с природой подчеркивается. А молодой человек, наоборот, он как бы ни за что не отвечает, он в стороне, но, тем не менее, у него в руках оружие, то есть он защитник и в случае чего может вступиться. Ну и, конечно, город на заднем плане – это Кастельфранко, потому что всегда Джорджонни именно этот город рисовал и о нем с удовольствием вспоминал. Ну и теперь несколько фрагментов из этой картины. Вот сама женщина. Причем, вы знаете, вот я, когда внимательно смотрела на изображение этой женщины, то, конечно, здесь бросается в глаза очень странная композиция. Она как-то очень необычно расположена. Ребенок где-то там за ногой. Причем так вот при ближайшем рассмотрении кажется, что у нее одна грудь. И все это как бы вызывает какие-то некоторые такие вопросы. Но, с другой стороны, вот об этом некоторые и другие исследователи это заметили, что у Джорджонни было все великолепно с цветом, с цветом, с вот этими вот переходами тончайшими, с изображением природы. Но вот композиция немножко страдала порой от того, что он все время экспериментировал, от того, что он ничего не готовил заранее, и от того, что, в общем, записывал какие-то изображения прямо непосредственно на холсте и переписывал их заново. В частности, вот образ этой женщины, он должен был находиться, первично, вернее, находился на том месте, где изображен юноша. Потом Джорджонни перенес фигуру женщины на другое место. Ну, в результате, наверное, вот сама композиция, то, как расположена ее поза, немножко как бы пострадали и кажутся такими не совсем естественными. Но это и не важно, потому что здесь вот важна такая вот высшая сущность этого образа, загадочность и вот эта вот вечная тема соединения женщины и мироздания. Ну, юноша, который такой вот вполне отрешенный, и, в общем, даже его лицо плохо просматривается, потому что явно, что Джорджонни он интересует в меньшей степени. И сама гроза, конечно, вот мастерски сделана выписанная молния, и вот эта вот тревога, которая через образ грозовых облаков передается в этом произведении. Затем Джорджонни явно его очень интересует, вот эта вот тема времени, потом тема, как бы, вот тема, связанная с жизнью человеческой, с образом человека и с разными философскими концепциями, которые существуют и связаны именно с пребыванием человека в мире, с жизнью человеческой. И вот работа «Три философа», условно называется, которая выполнила Джорджонни. Опять-таки мы видим природу и вот вкрапленный, вот такой вот общий вид природы, фигуры людей. Три фигуры, сидящие юноши, стоящие, человек в восточном костюме, и вот в христианском наряде, в наряде священнослужителя, такой вот седобородый старец. Ну, в общем, три философа, три разных философии, древнегреческая, восточная и уже христианская, с одной стороны. С другой стороны, некоторые говорят, что это вовсе не о том написано, а что это три возраста, интерпретация темы трех возрастов. Ну, в общем, так или иначе, эта работа Джорджонни, она очень интересна. Затем Джорджонни был мастером портрета. Он, это известно, в Азаре, в частности, пишет о том, что Джорджонни великолепные портреты писал, что все хотели ему заказывать эти портреты. Но, тем не менее, вот спорно авторство его в некоторых случаях. Во всяком случае, во всех работах о Джорджонни портрет вот этого молодого человека относятся, относят ему, считают, что он написан Джорджонни. Зато в работах о Тициане мы можем встретить этот портрет, который относят к творчеству Тициана. Но, бесспорно, Джорджонни умер неожиданно, умер от чумы, и поэтому какие-то его работы дописывались его близкими друзьями, соратниками, сподвижниками, в том числе и Тицианом. Поэтому, возможно, что здесь просматривается в каких-то моментах рука Тициана. Но в то же время сам тип портрета, это не тициановский тип. Он более спокойный, самоуглубленный, сосредоточенный, немножко с таким романтическим ореолом, и, главное, с такой грустинкой в глазах. Потому что Тициану как раз грустинка не была свойственна. У него чувства более интенсивно проявляли себя. И еще один замечательный портрет, который подписан. С другой стороны, можно прочитать, что Джорджа из Кастельфранко. И подпись 1508 год. Вот этот портрет уже более солидного человека, еще молодого, но, тем не менее, не столь юного, как предыдущий. Но тип портрета тот же. Опять-таки, та же грусть, та же некоторая меланхолия, какая разочарованность отчасти даже. Что не свойственно вообще венецианской культуре времени, но свойственно самому Джорджоне. Все-таки он не во всем был венецианцем. Затем работа «Три возраста», которая называется еще и «Музыканты». Вернее, «Пение». Дело в том, что эту работу вообще некоторые считают работой Джованни Беллини. Поздняя, одна из последних его работ, когда учитель перенимает у своего ученика какие-то формы художественного творчества. Идет на поводу у стиля ученика. Но, тем не менее, в общем, большинство считает, что это работа Джорджоне. И мне кажется, что это работа Джорджоне по самому духу, по состоянию людей. А во-вторых, пение, музыка – это среда, которая интересовала все-таки в большей степени Джорджоне. Затем, конечно, его последняя работа, которую он доподлинно, известно, что писал он, вот в последние дни своей жизни, и которая осталась немножко незаконченной. Незаконченной остался как раз-таки пейзаж. То есть то, что было так важно для Джорджоне. И даже есть свидетельство о том, что перед смертью он больше всего переживал о том, что не успел закончить пейзаж, что рядом лежали кисти и краски находились, но у него не было сил уже что-либо изменить. Потому что самим телом Венеры он был вполне доволен. А вот пейзаж нуждался в некоторой доработке. И считается, что закончил эту работу Тициан. Но это в данном случае рука Тициана просматривается только в завершающих штрихах пейзажа. Вернее, в мазках, скорее, пейзажа. Итак, Венера, спящая Венера, которую считают воплощением целомудренности. Вот такое вот интересное четверостище, например, Александр Сергеевич Пушкин оставил. Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. И действительно образ удивительно гармоничный. Пластичный и целомудренный. Вот это вот очень и очень важно, потому что Джорджони, он воспевал как бы женское целомудрие и женскую слабость, и в то же время красоту. Ну и вот великолепный лик Венеры, спящий, который тоже мне хотелось, на который обратить ваше внимание хотелось. Ну, а затем, в общем-то, легенда приписывает Джорджони такую вот смерть, тоже очень романтичную, что он заразился от своей возлюбленной, что он не мог ее оставить, видя, как она страдает, и зная даже, что это может привести к его собственной гибели, ухаживал за ней. И действительно заразился и быстро умер. Но, в общем, было ли это так, неизвестно. Но то, что он заразился и умер от чумы, это точно совершенно. Об этом вот имеются такие вот очень интересные свидетельства. Изабелла Деэсте из Мантуи, мантуанская герцогиня, писала своему доверенному лицу в Венеции. Она просила, писала ему следующее. «Мы наслышаны о том, что среди различных вещей наследия Джорджа из Кастельфранка, художника, находится одна картина с изображением ночи, очень красивая и необычная. Если это так, то нам бы очень хотелось приобрести ее. Однако просим вас посмотреть, действительно ли эта вещь так замечательна, и предприменять все возможное, чтобы заполучить эту картину для нас». И когда вы полагаете завершить торги, «Делайте то, что вы сочтете нужным». В октябре 1510 года это письмо было отослова. И вот ответ ее поверенного Таддео Альбана. «В ответ на письмо вашей милости я узнал, что названный Джорджа умер год назад от чумы. И чтобы услужить вашей милости, я поговорил с некоторыми моими друзьями, уверившими меня, что среди вышеупомянутого наследия нет такой картины. Правда и то, что названный Джорджа выполнил одну для мессера Таддео Конторини. Есть и другая картина с изображением ночи, сделанная Джорджа для Витория Бекара, более законченная. Но, как меня заверили, ни та, ни другая не продаются ни за какую цену, поскольку те, для кого они были сделаны, желают сами услаждать себя их созерцанием». Ноябрь 1510-го. Вот эти два письма, они говорят очень о многом. О том, что Джорджоне был известным мастером, произведение которого хотели приобрести люди знатные в других городах. О том, что владельцы его картины не хотели расставаться с ними ни за какие деньги. И, в общем, о том, что он умер именно в 1510-м году, потому что у Вазари другая дата, значит, это 1511-й год. Но это неважно. Затем несколько работ, которые как бы на стыке венецианцев двух, то есть Тициана и Джорджоне. Вот эту, например, работу, которая называется «Сельский концерт», где изображен музыкант с лютней и обнаженная девушка, которую, как правило, называют нимфой с флейтой, и пастух, который присоединился к ним. И на переднем плане тоже обнаженная девушка, которую иногда называют крестьянкой, а иногда нимфой. Опять-таки такая очень странная и загадочная работа. Но потом ее гравюру на основе этой работы выполнил Рафаэль. Потом уже Эдуард Мане «Завтрак на траве» написал, именно опираясь на эту работу. Но неожиданно вдруг было пересмотрено авторство Джорджоне, и почему-то решили в Лувре, где она хранится, что ее написал Тициан. Хотя мне кажется, что это типичный почерк Джорджоне. Она такая меланхоличная, немножко романтизированная. Вот это необычное сочетание обнаженных женщин и одетых мужчин. Все это характерно, загадочность некоторая, все это характерно именно для Джорджоне, но не для Тициана. Ну и, в общем, конечно, сама по себе работа очень странная, но замечательная. Затем вот эта вот работа также очень важна. Это «Христос, ведомый иудеем», которая также, с одной стороны, в Азаре описывает ее как работу Джорджоне, но другие следователи находят в ней и руку Тициана также. Но, возможно, она осталась в мастерской, и Джорджоне не закончена, и была доработана Тицианом. Концерт. Вот еще одна работа, которая также вызывает споры. Потому что, с одной стороны, тема музыки – это то, что интересовало Джорджоне. И вот две крайние фигуры, они абсолютно очевидны, что принадлежат Джорджоне, потому что они такие вот спокойные, самосредоточенные. Но центральная фигура, она более динамична и экспрессивна, что больше похоже на почерк Тициана. И поэтому, может быть, это тоже доработанная Тицианом картина Джорджоне. И затем вот эта вот замечательная Мадонна, которую, опять-таки, некоторые считают произведением Джорджоне, а некоторые считают, что в ней больше от Тициана. Но, тем не менее, в Прадо, где она сейчас находится, все-таки она отмечена как работа Джорджоне. Здесь вот такой типичный взгляд Мадонны опущенной вниз. И, в общем, такой вот тип одухотворенной, нежной женщины, который также характерен для Джорджоне. Но, тем не менее, Джорджоне умер, умер неожиданно. Кстати, Вазари же пишет о том, что Джорджоне очень обиделся на Тициана за два года до смерти, и почти перестал с ним общаться. И вот это вызывает вопросы, почему тогда Тициан дорабатывал его картины. В других же местах можно прочитать, что они были друзьями до самой смерти, единомышленниками и соратниками. Ну, а это уже портрет Тициана, который написал себя уже в таком зрелом возрасте. И, естественно, он не таким был в тот момент, когда умирал Джорджоне. Он был еще совсем молодым, полным сил, красивым, энергичным, динамичным человеком, очень талантливым. Приехал он в Венецию в возрасте 9 лет, поступил, сначала учился у разных других учителей, менее знаменитых, чем Джованни Беллини, потом поступил в его мастерскую, потом стал работать в Джорджоне. Здесь вот очень важен возраст, потому что, в общем, 10 лет разница в данных о возрасте Тициана. Одни пишут, что он родился в 1477 году, то есть, значит, он на год старше Джорджоне. И поэтому, конечно, естественно, что они вместе учились у Джованни Беллини. В других источниках, вот, пироксфордский словарь искусств, там значится дата 1485 год. Это значит, что он на 7 лет моложе Джорджоне. Есть еще одна дата, это 1488. Тогда получается, что он на 10 лет младше Джорджоне, и тогда он мог быть вполне его уже учеником непосредственно. А именно об этом некоторые исследователи пишут. В общем, здесь загадка, которая связана с тайной датой рождения Тициана. И он сам во многом виноват, потому что он все время путал свой возраст, все время его то увеличивал, то уменьшал. В общем, в зависимости от разных целей. Но неважно. Главное, что Тициан стал наследником Джорджоне. И хотя еще был жив Джованни Беллини, но тем не менее Тициан становится первым художником в Венецианской республике. И вот такая вот работа, как «Цыганская Мадонна», она явно еще в русле Джорджоне написана. Также опущены глаза у его Мадонны. Также она отличается особой целомудренностью, особой женственностью, нежностью. Очень естественный, хорошенький младенец, что тоже всегда удавалось хорошо делать Джорджоне. То есть в данном случае работа Тициана, которая в русле Джорджонеевского стиля выполнена. Но потом, тогда же, в 1510 год, появляется, например, вот такой замечательный портрет, который считается портретом знаменитого поэта Людовика Ариоста. Здесь вот уже столько энергии. Вот этот разворот фигуры, торса, на руки, которые тоже очень так вот придают особую энергетику образу. Само выражение лица, оно уже совсем не такое, как на портретах Джорджоне. Здесь нет меланхолии, нет задумчивости, а наоборот желание действовать, такая легкая ироническая усмешка. Вот это уже почерк явно Тициановский. Затем вот такая вот попытка как бы внести движение и пластику в работу. Это встреча Иисуса Христа и Марии Магдалены. После воскрешения Христа, когда он уже не человек, когда он уже не этому миру принадлежит. И поэтому отстраняется от Марии Магдалены, потому что она не должна до него дотрагиваться. А она вот измучена своими проблемами и горем, наоборот, ищет защиты. Но для Тициана важно было вот эту вот пластику фигур передать. Это то, что ему, именно ему, очень интересно и для него очень важно. Затем такая вот аллегорическая работа. Например, «Любовь земная» и «Любовь небесная». Две прекрасных женщины. Одна полуобнаженная, вторая в таком вот наряде современница Тициана, естественно. Земная любовь воплощает земную любовь одетая женщина, а «Любовь небесная», «Афродита», «Венера» – это полуобнаженная фигура. То есть, в общем, это искание Тициана. Его женщины намного более чувственны, даже какая-то эротичность у них присутствует, в отличие от того, что предлагал Джорджонго. Вот, например, «Флора». Это портрет венецианской куртизанки, которая, не скрывая своего восторга, любуется Тициану. И которая вот такая вот пышнотелая, цветущая, с такими вот золотистыми волосами. Вот это то, что нравилось Тициану, и то, что он стал идеалом его красоты. И, конечно, великолепная «Ассунта». Вот если бы не было написано ничего другого, то вот за эту работу Тицианова уже можно было бы признать величайшим художником. Потому что эта работа в церкви Санта-Мария Глориоза де ла Фрари в Венеции, где семиметровая работа, которую называют «Ассунта», но вообще это тема вознесения Богоматери, Девы Марии, расположена. И вот реакция апостолов на момент вознесения, вот это все так динамично и настолько действительно производит впечатление вот этого затягивающего и устремленного вверх вознесения полета на облаках. Она совершенно замечательна по динамике и энергетике. И вот сама церковь Санта-Мария Глориоза де ла Фрари в Венеции, где вот находится эта замечательная работа Тициана, написанная где-то вот 1515-1518. По разным данным разные приводятся, соответственно, даты. Ну, в общем, работы венецианского художника Тициана, они замечательных, их очень много. Он прожил почти 100 лет. Ну, даже если он родился в 1488 году, то все равно 90 лет прожил. А так почти 100 лет, по другим данным. И поэтому, конечно, работы у него очень много интересных. И вот то, что мы с вами уже видели сейчас, Динарий Кесаря, когда фарисей предлагает Христу монетку и спрашивает, кому платить подать императору римскому, который, поскольку иудея принадлежит Риму, или ему, Иисусу, поскольку он называет себя царем иудейским. И Иисус отвечает кесарю кесарю, богу богово. И вот этот вот контакт между персонажами, вот этот вот хитрый, коварный фарисей и всевидящий Иисус Христос, вот этот вот момент, он очень точно схвачен и передан Тицианам. И затем такое усиление динамики наблюдается в его творчестве. И вот, в частности, Вакхи Ариадна. Вакха, которая увидела Ариадну и собирается на ней жениться. И испуганная Ариадна, которая показывает туда, куда уплыл ее возлюбленный Тесе и оставивший ее на этом острове одну. И явный испуг Ариадны, и явный такой вот восторг Вакха все это здесь передает Тициан очень и очень точно. Вознесение Христа. Также, в общем, работа такая очень эмоциональная, которая отчасти напоминает Вознесение Богоматери, которое мы с вами видели. Ну, в общем, конечно, еще больше здесь энергетики и вот сочетание красок таково, что, в общем, рождается такое впечатление более именно Вознесение Иисуса, а не Девы Марии, потому что разный цвет, разное эмоциональное содержание, нагрузка. И Святой Себастьян. Для того, чтобы увидеть, в чем разница Тициановских работ и работ его предшественников, вот давайте сравним несколько образов Святого Себастьяна, римского воина, который принял христианство и за это был расстрелян лучниками. У Тициана он явно такой, вот как вот у Микеланджело, рабы, не желающие смириться со своей участью, сопротивляющиеся изо всех сил. А вот до этого был, например, Святой Себастьян Антонелло де Мессин, такой спокойный, ушедший в себя и стойко переносящий все мучения, или немного пытающийся сопротивляться и противостоять невзгодам Святой Себастьян Казима Тура, еще одного мастера, который работал на стыке раннего и высокого возрождения. Но у Тициана вот эта вот экзальтация, эмоциональность, они бесспорно прежде всего для него важны. Ну и последняя работа, которую я сегодня вам смогу показать, хотя она далеко не последняя для Тициана, это «Положение в огроб». Потому что с течением времени Тициан все более и более начинает как бы такие темы серьезные рассматривать, грустные. И вот несколько раз обращается к теме «Положение в огроб». То есть, хотя ему пришлось жить очень-очень долго, но тем не менее, вот такие вот печальные мысли постепенно становятся для него таким достаточно частым явлением. К сожалению, я не смогла вам показать такие наиболее, еще несколько очень важных для меня работ Тициана, которые мне хотелось бы вам показать. Но я постараюсь это сделать в следующих беседах. Итак, до свидания, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова